Есть у русского человека такая специфика На зло маме уши отморожен И он естественно делает и лажается неоднократно, но при этом никогда не сознается Дело в том, что посидев в интернете, полазив в Википедию, узнав Что? Большинство населения земного шара ездит на газовом оборудовании И я задумался и неоднократно своим оппонентам говорил, что ребят, ну все, время, пришлось считать деньги Ездить на газон, как делают это индусы, китайцы, турки В общем, люди, проживающие в странах, в которых больше всего население То есть, я конечно понимаю, да, 175 миллионов, точнее 152 миллиона русских человек могут быть самыми умными Но что же делать с другими четырьмя миллиардами? Давайте зададим себе вопрос И найдем себе ответ Точнее спросим тех людей, которые ставят здесь на советской 70 газовое оборудование фирмы Экогаз Вы из того времени, когда бензин стоил 25 копеек, по-моему, да? Конечно помню, да, было такое А в то время автомобиль на газу тоже давал экономию? Ну, поэкономной, наверное, было То, что я когда еще в 85-м году устроился, вот работал на машине, потом два Там все машины переводили на газ, ну как бы экономия же все-таки все равно какая-то Ну, тогда кто экономил? Советский Союз? Денег вроде хватало? Ну, не знаю, автобазы-то экономили все равно, по-голючему, проблемы же были или что там Ну, и цены уже начали расти в то время, как раз вот эти годы А как сейчас? То есть, у вас, в принципе, не сильно такой прожорливый автомобиль Что вас подвигло перевезти автомобиль на газ? Ну, тоже накладно, рост цен на бензин, что скажем, уже куда? Да, 27-28, а газ в два раза дешевле А для установки вы какую фирму выбрали? Вот это вот, Горгазовская, на Горгазе фирма Этот разговор у нас шел пока в Экогазе устанавливали очередное газовое оборудование на Нексию Вообще порадовали и темпы, и качество работы Две-три машины в день с установкой Естественно, машины на сервис И будем надеяться, что, научившись экономить, мы принесем в свои семьи полмиллиарда рублей в месяц Это если все мы будем ездить на газу А если научимся еще и пельмени варить дома, и борщи, и прижмем сообща ЖКХ Ну, чем мы не миллионеры? И напомним, богатые люди становятся богатыми только когда научатся считать деньги Немножечко поражает, да, когда заливаешь 30 литров, а по деньгам вообще ничто Да, я с вами согласен, 360 рублей, я даже и не понял эти 30 литров Просто залил, и все, спокойно Я доволен А так бы почти 1000 рублей Ну, да, почти 800 рублей, наверное, надо было отдать То есть подождали, пока машина с гарантией уйдет, и все, и на газ? Нет, я не стал ждать, я ее сразу перевел на газ То есть меньше года отъездил и на газ перевел ее Потому что экономия, да и просто в целях экономия А где выбрали вот у мастера по установке газооборудования? Ну, во-первых, я по интернету посмотрел Где, где, что, почем, приемлемые цены Заехал в одну компанию, в другую Ну, и как бы остановился вот на этой Сюда, на газ, советская 70 Да, здесь я остановился и выбрал ее Теперь поясним Гарантия – это скрытая кормушка дилеров Процент машин, обращающихся по гарантии Финансовые потери-то ничтожно малы В сравнении с деньгами отрегламентированного ТО То есть вас еще стригут деньги за мизерные, по сути, процедуры Хотите в цифрах? Ну, это те же полуарбузы, состригаемые с владельцев новых авто А оно вам надо? Гарантия, которая распространяется, по сути, только на электропроводку и двигатель Говорят, старый конь борозды не портит Поэтому выбрал Волгу Да, скорее всего С этой мыслью шел Хороший двигатель, мощный Самый мощный, кстати, из отечественных Сколько кушало по деньгам? Ну, в день, в среднем, если скататься раз Ну, 300 рублей в среднем То есть по месяцу, грубо говоря, 9-10 тысяч? 10 тысяч Это так, по минимуму, получается? Да, в среднем Желание поставить газ откуда возникло? Ну, поспрашивал знакомых Многие ездят на газу Говорят, ну, лучше, да и выгоднее То есть уже у человека не вызывает слово газ какие-то негативные эмоции? Да нет, уже как бы В основном все ездят Установка оборудования обошла в 10 тысяч рублей Да-да За сколько, думаешь, купить? Буквально за месяц, наверное И тогда хватит и на новую зимнюю резину, я так понимаю? Думаю, что хватит А к концу года еще и на шуборужение? Скорее всего А где выбрал место установки газооборудования? Здесь Вот, переводим авто на газ На советский 70 Сложнее всего признавать свои ошибки Но так надо делать Иначе вы не имеете право работать на телевидении То есть доносить до людей правдивую информацию Нет, на телевидении, конечно, работают там Балбесы, там, бараны, там, зазнайки Это нормально Они на этом деньги зарабатывают У меня немножко другая суть Вот в чем я ошибался В том, что вовремя не поставил газооборудование Потому что, посидев с калькулятором И посчитав разницу В бензине и газу Реально эксплуатируя автомобили Зная, сколько мне надо проехать в день Ну, то есть 50 километров Больше-то и не надо Город Магнитогорск Это 12 километров с севера, на юг всего Я получил интересную сумму То есть я переплатил нефтяникам Ну, если бы на газу ездил, конечно Не доплатил бы Полтора миллиона рублей То есть суммы хватило бы мне На квартиру сыну, допустим Однокомнатную Здесь, в России На дом ООО Ну, примерно 250 квадратных метров в Турции И еще на много чего То есть понятно, да? Ну, ничего, время есть Умирать я завтра не собираюсь И все свои машины Так же, как и большинство Разумных горожан Переведу на газ Вместе с фирмой Экогаз Которая располагается здесь На советской 70